с профессией определилась уже довольно таки осознанном возрасте когда училась в девятом классе нужно было выбирать какие экзамены сдавать по выбору и я решила что это будет химия и биология почему решила стать врачом потому что эта профессия она востребована абсолютно в любом уголке планеты а будет маленький городок или мегаполис врач нужен всегда и он нужен нашему обществу как определилась со специальностью уже учась на педиатрическом факультете ближе к окончанию вуза я решила что мое сердце отдана эндокринология как-то самого начала я очень любила заниматься биохимией физиологией науками которые непосредственно изучают работу гормонов как гормоны вообще влияет на наш организм и меня она очень сильно увлекла эта наука так я поступила в координатуру по эндокринологии стала взрослым эндокринологом и потом поскольку я педиатр по первому своему сертификату я решила выучиться на детскую эндокринологию особенности очень большие иногда кажется что ну какая разница может быть очень большая разница во-первых у детей мы обращаем особенности на развитие их рост как влияют гормоны с самого рождения то есть патология которые есть у детей во взрослом возрасте она не всегда найдется да мы там не имеем дело с низкорослостью или с задержкой или преждевременным половым развитием естественно у взрослых а у детей это более востребовано и на профилактических осмотрах или просто при обращении за помощью к детскому эндокринологу эти заболевания мы выявляем и дальше ведем у взрослых пациентов больше превалирует частота заболевания щитовидной железы и сахарный диабет и могу здесь акцентировать внимание на сахарном диабете второго типа для деток более характерен сахарный диабет первого типа то есть когда они инсулин зависимые у взрослых больше вариантов назначение терапии то есть это не только инсулинотерапия но и пероральные сахароснижающие препараты их большое множество сейчас существует и врач эндокринолог подбирает для каждого пациента индивидуальную терапию эндокринология соглашусь что это одна из таких важных составляющих вообще медицины практически все обменные процессы которые в организме происходят зависит от эндокринной системы также как и к примеру от нервной системы тоже можно отнести к такому к царице наук то есть нервная эндокринная система это такие системы которые регулируют всем организмом всеми процессами которые происходят в организме если кратко сказать о том что такое эндокринология это наука которая изучает гормоны как они действуют в организме какие процессы они вызывают гормоны нужны всем без них мы не сможем просто существовать взять например гормон кортизол гормон который вырабатывает надпочечники от него зависят тонус сосудов наше давление наша реакция на стресс то есть это жизненно важный гормон без которого человек не может существовать или например гормон инсулин это гормон который нужен для усвоения глюкозы для нормального пищеварения без него тоже невозможно прожить или гормоны щитовидной железы если мы в дефиците в недостатке гормонов щитовидной железы какое-то время до организм будет существовать будут адаптационные механизмы реагировать но со временем обмен веществ просто нарушится и он не будет дальше двигаться никуда то есть гормоны они важны в каждом процессе а начиная от дыхания и заканчивая там не знаю физической активностью то есть они везде нужны сейчас практика показывает что практически 50 на 50 и мужчины и женщины страдают патологии щитовидной железы считается что более больше подвержены этому женщины и больше наследственный компонент превалирует именно в среди женщин но я работаю и взрослым и детским эндокринологом могу сказать что и у девочек и у мальчиков часто вижу патологии щитовидной железы которые связаны с йода дефицитом то есть не с наследственностью а именно с йода дефицитом а взрослых конечно больше болеют женщины но здесь наследственность играет самую важную роль и могу сказать что наверное большинство заболеваний эндокринной системы наследственность на первом месте стоит если есть аутоиммунный тиреодит или сахарный диабет 2 типа вероятность того что в следующих поколениях возникнет это заболевание примерно 30 50 процентов конечно есть эндомичные районы которые в которых пациент страдают йододефицитными заболеваниями также регионы нашей страны ближайшего зарубежья которые пострадали вот после чернобыльской аэс после аварии на чернобыльской аэс пациент там очень подвержены йододефицитным заболеванием и онкологическим образованием в щитовидной железе то есть эти пациенты они даже если никаких жалоб не предъявляют им нужно обследоваться эндокринолога хотя бы раз в год или там хотя бы раз в несколько лет проверяться среди самых частых заболеваний конечно это ожирение сейчас выходит на первое место раньше детская эндокринологии принимая опыт моих коллег могу сказать что они занимались в основном эндомическим диффузным зобом у детей то есть когда увеличена щитовидная железа сейчас приходя на профилактические осмотры в детские сады и школы все чаще и чаще я выявляю избыточный вес или уже ожирение там определенной степени у детей связано это скорее всего с низкой подвижностью и с избытком быстрых углеводов питания у детей сложно то есть если взрослых мы можем посчитать индекс массы тела и в зависимости от соотношения роста и веса определить да там пациент близко к ожирению или близко к избыточной массе тела у детей немного по-другому поскольку рост у детей идет активно вверх вес от этого тоже зависит и например у него сегодня может быть избыточная масса тела по специальным стандартным отклонениям через полгода он вырос вес стал больше но по индексу массы тела будет норма потому что все зависит от возраста пола и роста у детей тут сложно сказать когда приходишь в школу на прием к четвероклассникам или даже к девятиклассникам и начинаешь задавать вопрос наблюдался ли ты когда-нибудь у эндокринолога они сразу кто это такой то есть для них это слово непонятное и приходится говорить что это врач который занимается проблемами избыточного веса щитовидной железой сахарным диабетом тогда да они понимают что это такое и уже могут какой-то ответ дать были когда-то такого доктора или нет конечно детки которые которых я вижу на профилактическом осмотре они там с диабетом первого типа к примеру конечно они знают это слово знает кто такой эндокринолог и сразу об этом говорят а дети которые впервые с этим сталкиваются да и взрослые тоже очень часто приходят к эндокринологу говорят там какую-то жалобу которую но сложно сопоставить вообще с эндокринной системы не знаю увеличение лимфоузла приходится объяснять чем занимается эндокринолог и кому лучше им обратиться с жалобой часто бывает я ничего не ем вот пациент с избыточным весом это стандартная фраза я ничего не ем вес берется от гормонов 98 процентах случаев это не гормоны это избыточное употребление опять же повторюсь быстрых углеводов жиров животного происхождения это избыток калорий и низкая физическая активность все конечно бывает разные гормональные причины в синдром генетические которые взаимосвязаны то есть эндокринолог с эти очень часто занимается еще и генетическими синдромами то есть мы вместе с генетиками напрямую работаем с этим очень часто приходят пациенты ему объясняю что скорее всего это не гормоны конечно мы обследуем нужно понимать исключить причину которая кроется там в нарушении гормонов но первую очередь пациентам такими рекомендую соблюдать питание по поводу йода могу сказать что когда начинают там йодные сетки себе делать говорить но я живет употребляю таким образом он же всасывается через кожу понимаешь что нет и надо как-то объяснить пациенту что он не прав и направить его на правильное русло мама с ребенка может прийти с определенными жалобами на прием и я собираю анамнез спрашиваю кого из врачей еще ребенок наблюдается какие принимает препараты нет ли каких-то внешних причин которые бы вызвали их жалобы и дальше провожу осмотр определяю физическое развитие насколько соответствует она его возрасту и полу нет ли отставания в росте в весе или наоборот опережение в росте или там избытка веса оцениваю половое развитие обязательно у всех и у мальчиков и у девочек и дальше предполагаю какой-нибудь диагноз и в соответствии с этим предполагаемым диагнозом я назначаю обследование это могут быть лабораторные исследования общий анализ крови начиная от него мы исключаем обязательно железо-дефицитное состояние у детей биохимический анализ крови гормоны у деток с сахарным диабетом это гликированный гемоглобин который нужно контролировать каждые три месяца далее назначаем инструментальные исследования узи рентгенография кистей определяем костный возраст тоже такое иногда требуется и если требуется госпитализация или консультация смежных специалистов тоже я могу направить после обследования мы устанавливаем точный диагноз и принимаем решение о терапии есть у нас 514 приказ по которому каждый ребенок в определенных возрастные периоды проходит специалиста в том числе детского эндокринолога для детей это 6 лет 10 лет 14 15 16 и 17 то есть в эти возрастные точки обязательно нужно посетить эндокринолога даже если ничего не беспокоит если появились жалобы для эндокринологии это очень обширное понятие то есть начинает общей слабости усталости заканчивая там нарушением стула все это можно отнести к проблемам которые могут возникнуть при эндокринопатиях ко мне может направить любой педиатр гастроэнтеролог лорф офтальмолог любой узкий специалист если он посчитает нужным исключить эндокринную патологию маленькие пациенты это мои самые любимые пациенты я очень люблю детей и наверное когда я училась во взрослой эндокринологии сначала я пыталась каждый раз вот сбегать детское отделение детскую поликлинику побыть с детским эндокринологом я точно знала что я буду детским эндокринологом то есть я не рассматривала только взрослой эндокринологии самого начала и дети они не всегда могут сказать что беспокоит что не так но нужно иметь подход к таким пациентам и различать все таки есть там эндокринная патология или нет взрослые пациенты они даже не знаю как сказать более сложные они часто пренебрегают рекомендациями эндокринологов то есть к примеру сахарный диабет второго типа очень часто сейчас проблема даже называют неинфекционной эпидемией в мире это заболевание и часто мы назначаем терапию пациент забывает о том что нужно контролировать глюкозу о том что нужно правильно питаться пытаться сбросить лишний вес и они забывают том что нужно хотя бы раз там некоторое время посетить эндокринолога а дети их мама и папа они более ответственны то есть если ребенок у меня наблюдается то я буду видеть часто не будет таких проблем как вот у взрослых когда они к сожалению не так беспокоиться своем здоровье и хотелось бы всем взрослым да и маленьким тоже пациентам пожелать того чтобы вы никогда не пренебрегали своим здоровьем и всегда наблюдались и если вам нужно посетить эндокринолога обязательно ко мне приходили любая жалоба любой симптом который педиатр или другой специалист не может ни с чем связать вот к примеру был пациент у меня не так давно девочка 12 лет она очень долгое время страдала депрессией тревожностью и то есть уже пытались как-то помочь и психолога у психотерапевта ничего не помогало ни один антидепрессант мама решила просто сама сдать гормоны щитовидной железы и там был тиреотоксикоз такое заболевание при котором очень повышенные гормоны щитовидной железы то есть все обменные процессы они ускорены в организме и девочки я назначила препарат который через две недели ей очень сильно помог она стала лучше себя чувствовать вот то есть там даже если можно такое сказать у девочки тоже были суицидальные мысли и ну мама мне очень сильно благодарила что я помогла потому что она не знала что с ней делать очень тяжелый ребенок был ко мне можно записаться через педиатра или для диспансерных пациентов существует запись а через личный кабинет на региональном портале госуслуг мосрег госуслуг мосрег